Колонны Бичан растянулись на несколько километров по улице Ленина. Так много людей не собирал еще ни один праздник в Наукограде. Участниками и очевидцами 70-го дня победы стал каждый третий житель. Праздник открыл митинг перед зданием городской мэрии. Дорога к этой победе была длиною в 4 года. Через кровополитные бои за каждую 5 нашей земли. Она ковалась в тылу, вдохновлялась стойкостью непокоренного Ленинграда, мужеством тех, кто защищал Москву и Ленинград, Сталинград и Киев, Одессу и Минск, тех, кто в победном бою штурмовал Берлин и водрузил над Ехстагом великое знамя победы. В России, по сути, нет семьи, не потерявшей на той жестокой и кровопролитной войне близкого человека. Именно поэтому в душе каждого россиянина живет память, которая вновь и вновь 9 мая приводит нас к обелискам погибших бойцов. Именно поэтому через пространство и время будет вечно шагать бессмертный полк. В военном параде приняли участие более тысячи военных бийского гарнизона и несколько сотен кадетов. Торжественное шествие подхватили колонны государственных и муниципальных служащих и работники 24 бийских предприятий. Одним из участников шествия стал автомобиль военного времени. ГАЗ-67 начали выпускать в 43-м году, а прекратили в 53-м. Несколько сотен таких машин не только побывали на фронте, но и помогали в мирное время восстанавливать страну. Бичанин Александр Зувалов искал для парада раритетную машину почти год. И наконец-то она нашлась буквально два месяца назад в городе Челябинске. Из города Челябинск она была сюда доставлена и началась работа. И практически за месяц столько узнали мы многих наших знакомых реставраторов. Практически полсоюза было участников занято в этой реставрации, потому что и с Прокопьевской, и с Новосибирской. Отовсюду были запчасти, как бы шли. И эта машина практически была собрана из трех машин. Каждая колонна, проходя мимо трибун с ветеранами, показывала небольшое театрализованное шоу. Нарушая струйные ряды шествия, дети выбегали и дарили фронтовикам цветы. В небо над Бийском взмывали шары, символизирующие георгиевские ленты и флаг России. Однако самым зрелищным и волнующим, как всегда, стало шествие Бессмертного полка. Уже третий год в Бийске в торжественном шествии принимает участие Бессмертный полк. С портретами своих близких, не доживших до 70-го дня победы, вышли их дети, внуки, правнуки. Всего более пяти тысяч бичан стали в ряды Бессмертного полка. Шел в этой колонии депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. У каждой семьи своя история войны. И у меня в семье воевал дедушка Александр Тимофеевич Лялин. Он ушел на войну в 41-м, 20-летним парнем. Был дважды ранен, но сумел дойти до Берлина. Был награжден множеством медалей и орденом Красной Звезды. И, конечно, почтить его память шествием этой акции для меня это важно. И это близко сердцу и душе. Соня Николай Иванович воевал он под Старую Руссию. Был ранен сразу же в первом бою и практически замерзал в снегу раненый, потому что бой ушел дальше. И услышал, что кто-то идет. Он начал кричать, и его увидели санитары. И вот ему потом отняли ногу, и всю жизнь он прожил дальше инвалида. У нас 12 внуков у него, и уже очень много правнуков. И мы все знаем его, помним, и любим, и гордимся. Это мой прадед, герой Советского Союза, Безносков Иван Захарович. Он был на войне, и когда была война, он задержал 22 исправных самолета немецких. Прошел всю войну. Было 6 ранений. Умер в январе 1945 года. 80 фронтовиков и 70 труженьков тыла в этом году следили за парадом не по телевизору, а непосредственно с места событий. И, как признались солдаты Победы, такого яркого и красивого праздника они не видели много лет. Ирина Дубицкая, Сергей Доровских, Алексей Мельков и Андрей Огрызков. Новости ОТН. Солдаты, солдаты, солдаты.